Уровень заболеваемости наркомании в республике снизился более чем на 20%. И этому способствует эффективная профилактическая работа. Такие данные озвучили сегодня на заседании правительственной антинаркотической комиссии. Какие меры еще необходимо предпринять для борьбы с распространением и употреблением наркотиков, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Наркотикам в республике поставлен надежный заслон. Только в прошлом году в МВД региона задержали порядка 300 преступников. За решетку отправили и членов УПГ, состоящие из граждан Украины, Пензенской области и Чувашии, которые наладили поставки психотропных веществ. По уголовному делу изъято из незаконного оборота более 5 килограммов синтетических наркотиков или 18 тысяч разовых доз. Сотрудникам МВД в прошлом году причина деятельности 5 организованных преступных групп, в том числе сформированных по этническому принципу. Всего же за весь прошлый год из оборота было изъято более 35 килограммов наркотиков. Это колоссальная цифра. Причем нередко распространителями становятся жители постсоветских республик, Белоруссии и Украины. Они приезжают, соответственно, среда такая благоприятная. И продавая, одурманивая людей, хотят жить в шоколаде, так скажем, в нашем обществе. Нам надо здесь с органами местного самоуправления работать. Необходимо наладить тотальные контроли за наркопреступностью в среде молодежи. Именно подростки относятся к группе риска. Ситуация со злоупотреблением наркотиками среди несовершеннолетних остается тревожной и связана с сохранением доступности синтетических психоактивных средств. На начало 2017 года зарегистрировано по республике 27 несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотическими веществами. Оградить подростков от наркотиков обязаны учителя. Но в Минобразовании республики считают, что преподавателей и самих необходимо обучать правилам проведения профилактических бесед со школьниками и студентами. Мы ведем подготовку. В прошлом году обучили более 2100 педагогов. Семинары провели. Бороться с наркотиками в республике продолжат и в рамках акции «Сообщи, где торгуют с пертью». Она стартовала сегодня. От жителей региона будут принимать анонимные звонки о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к обороту наркотиков. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.